здравствуйте друзья мало нам приключений по жизни так тут еще наш гринкарт лотерея глючит и я то думал что я всех поздравил и вроде так все хорошо а тут выясняется что не все хорошо и что люди проверяют выигрышей нет там всякие догадки идут почему это происходит люди технически говорят что похоже на то что когда заполняешь свой номерочек и кнопочку нажимаешь вот этот интерфейс не подсоединяется к базе данных в которой лежат выигравшие номера то есть грубо говоря она не может подключиться и поэтому говорит там вы не выиграли не потому что не выиграли а потому что она вас там не нашла они нашла на вас там куда не смогла подключиться вот как бы такая есть гипотеза и я не могу судить насколько она верная но я могу сказать что то что происходит явно находится за пределами нормального в принципе если мы посмотрим как функционируют государственные всякие электронные средства они функционируют фигово и это как бы известная их проблема ну что что тут скажешь они потихонечку исправляются то есть не то чтобы там все государственные там сайты или сервисы плохо работают но они в тот момент когда они особенно нужны и они только вот выходят и вот начинаются скандалы вы вспомните про обама кер что было когда в первый день обама кера люди пошли регистрироваться и оказалось что сайт не работает или там глючит или там в общем проблемы были серьезны там конечно более серьезный в софтверном отношении в техническом отношении проект но тем не менее это как бы дело обычное то есть не то чтобы того нас гавермент как бы был известен высоким качеством софтура который для него делает я думаю что в известном смысле это хорошо потому что люди которым сказали что они не выиграли не хотя бы надежды есть потому что так бы уже понятно было что все а так понятно что еще не все и как бы появляется второй шанс поэтому посмотрим я я не знаю у нас какой-то человек написал вот из из ребята на нашем канале что вот он выиграл но я не знаю то ли он пошутил то ли тролль какой то ли он вообще не с нашего канала я не знаю мне мне трудно судить но в общем то проблем проблема техническая и она явно есть а как уж как она решится мы не знаем мы подождем я думаю что чем меньше мы будем значит там в этом ажиотаже находиться тем лучше потому что это как бы решиться все без нас беспокоиться надо о том что у тебя в руках и чем ты можешь и солнышко и чем ты можешь сам руководить управлять изменять там к лучшему тогда вот берешь и изменяешь к лучшему я так сказал ну что же это поздравляю всех кто не выиграл с тем что это было явно какая-то филькина грамота и скоро у них появится второй шанс я надеюсь я тоже не госдепартамент я лотереи там по два раза не провожу и по три тоже не провожу ну так как человек относительно здравомыслящий относительно вот я надеюсь что все будет хорошо в том смысле что разыграют по настоящему появятся нормальные выигравшие люди и так далее я заодно сейчас сделаю анонсмент вчера вечером я записывал это довольно допоздна продолжалось может быть часов до десяти вечера я записывал разговор в скайпе с девушкой светланы которая живет в лос-анджелесе и она в очень многих так сказать аспектах совершенно замечательная девочка и я надеюсь вам понравится и может быть даже какая-то польза будет вот не буду про пользу рассказывать вы посмотрите но может только для настроения посмотреть на человека интересно и мне там предстоит много монтажа потому что рваная такая запись получилась я еще во первых я еще не приноровился снимать хорошо с камтасией и особенно монтировать с камтасией а второй момент состоит в том что по ходу съемок возникали какие-то там шероховатости у меня получилось несколько файлов там и надо теперь из них вырезать комбинировать я надеюсь что все будет хорошо так что впереди может быть прям сегодня у нас появится несколько сюжетов с девушкой светланы из лос-анджелеса вот так это будет наш подарок можно сказать ребятам которые незаслуженно получили надпись там лет вот has not been selected так что вот это наш наш вклад в улучшение настроения испорченного вот этими людьми которые там коряво все делают счастливо вот вот Субтитры создавал DimaTorzok